Наверное, надо поставить между ног и вот так, вот, блокировать тебя. Вот, Влад, тем более. За куртку держись, помогай себе. Держись за куртку, Влад. Держи, да, ногу высоко. Понял. А сейчас точно, по стечку, если сделаешь, полетишь. Нога между ног должна быть. Не сбоку, а между ног, всегда. Казуцеп боленый его, а? Спотеть, казуцеп боленый. Неаккуратно положи его. Положи, наклонись и все, и пол. Поменялись. А, да, не просить, он не сломан, сожжать, сожжать. Не богу. Тихо, родственники, да? Не, не, не... Не. Надо! Не жунов, так, Даник, трогал. Стоп, стоп, стоп. Даник, не жунов, выгаду не сломан. И ногу с одни, не давай ему прямую ногу. Высокая. Хорошо, Матэ. Есть такой прием тоже, захватывает ногу. Этот, угольник, раз-раз, прыгает. Такой переворот, хоп-хоп-хоп. И бросает. И потому ходит, и сам заходишь назад. Вообще дурдом. Это не черный угольник, случайно? Черный угольник? Не-не-не, это угольник, как есть там один. Он показывает ноги, он наклоняется. Он берет, делает через него клубырок, переворачивается и сзади получается два балла. А, да. Таким заново тоже держал, а он там такой фресл объявляет. Я не знаю. По-поистой, а тут меньше в вас есть. Так, пацаны, значит банка. Делаем по тридцать бросков, тридцать свой коронный бросок. Иди сюда. Что ты делаешь? Я тебя прошу, когда ты делаешь ему чистки, что делаешь? Стой ты, блин, ты их просто полмаешь. Делаешь хорошо, жестко делаешь, и они просто умрут. А с коленки? С коленками. Можешь? Да. Можешь. А мельницу можешь? Могу. А можешь сделать таз в одну сторону и в другую? Могу. Стой. 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 Мельницу. Мельницу одному и другому я посмотрю. Дамову. Приготовили. Дамову. Сейчас. Дамову. Ага. А в другую сторону мимо. Ножки шире. Стой. Хорошо. А. А. А Патру. А Данику? А Патру. Значит, делаешь так. Даник, ну-ка. Все, ручки смотри. Аккуратно. Даник, подлежь с данными, если можно. Еще раз. Дам. Да. Значит, смотри. Делаешь один м續 potrzebим ему – один ему. Один ему. Один ему – и один ему. Да, и получается ему в одну сторону, а ему в другую. Ну что, он встанет, приготовится, ты подойдешь и бросишь, хорошо? Владимир, покажи правую левую руку, нет, правую, правую, вот в ту сторону его бросаешь. Ты, смотри, Владимир, он подходит тебе, ты сразу руку ставишь правую, он тебя в ту сторону бросает, как его, да, нет, ты левый. Левый, левый. Покажи левый. Так, сейчас подожди. Правая. Ага, нет, ты будешь вот кисать, кидать в ту сторону, куда он лезет. Куда ты лезешь? Ну, нет. Вот это вот, подожди. Нет, не ногу, руку. Руку поставишь, он тебя сюда кидет. Нет, это хитая рука, а ты вот эту, он тебя бросает. Ну, вот он, куда его будет кидать. Приготовились, мельница, 30 брусков. Да. И делайте так, стынка-дрябка, стынка-дрябка. Две минуты, первый номер. Только первый, второй не делай. Танчевый. Ставьте ему сначала правую руку, потом левую. Правую, левую, чтобы в раз, в лицо даже сделал. Тридцать сделали и отдыхаем. Артём, на себя тащи. Делай, на себя тащи, тащи рукой. Вешайте сзади, сзади могут сходить. Другую руку ставь. Ладно, клонись чуть-чуть. Я? Ну так, стоишь прямо, а в мельницу не делай, тогда прямой. Тогда вставать надо. Не вставать, а чуть-чуть встать и брось. Если так вставишь. Вот так, да. Колень. А когда вставки наоборот ставишь, значит, надо чуть-чуть вставать. Вставать надо. А то он ударится в колени. Ну, назад кидаешь, вперёд. Я понимаю. Делай чуть медленнее. Почти. Руку, руку, Владимир, Владимир. Руку не выставляй. Я сюда убираю, ложью на спину. Закладки очень хорошие. Ну, хорошо, ладно. Всё, решаем. что такое? доцепил что-то да? время, мотэ, минуту вот это что, в Греции выросли? и какого они сейчас у тебя цвета? цвета загадок? синий у меня одна знакомая спрашивает, что делать? и гофчиком занимался, были соревнования, получил синий не могу сказать, не знаю кто-то разозлился, наверное, просто дал, на всякий случай как пацаны дерутся же, молодцы, дерутся, бьют друг друга и что? не больно? а я драгу и еду еще нет, драги наверно да, а вот после, это ужас я не дрался, тут болит, здесь болит, тут побитый, здесь над косницей разбитым, а над косницей это хряч когда молодой был, синяки были, я только радовался о, мужик, как дали по ноге, вот такой синяк ходил, круто, а потом кровоизляние, кровь свернулась и воспалилась и мне резались думаю, нафиг я это делал все, одел шипки и стали меня звать хоккеистом у меня шипки были от сих пор, до сих пор по такой поролон и я еще между ставил там резиновую прокладку одел так хорошо, у меня по ногам будет пить, чего не чувствует как дал в ответ они Серега, ты что сдурел? ну я же подсечки делаю я по барабану уже, я уже не чувствую я просто тебя за прошлый раз вышли, второй номер вышли, вышли второй номер, Даник, а вы меняетесь один раз ты, один раз Владимир сейчас ты отдыхаешь я отдыхаюсь? да ты же делал сейчас делаешь ты Данику и Даник тебе ты Данику и Даник тебе две минуты пожалуйста нет Джуэн потяни здесь потяни 10 раз дарим дарим или на канат или на перекладку канат вот этот сверху, сверху Влад сверху ценит, ценит сверху видишь? сверху рука сверху рука нельзя удобно надеюсь что дальше принять выброски делаете мальчики? давай Владимир делай, да? вот вот запусти куфа давай делай а Владимир он низенький и ниже садись нет давай работай давай, давай Даник делай захват сверху Влад захват стынга дряхты стынга дряхты три секунды оставь давай Даник тебе разговаривай выше возьми тебе легче будет возьми выше ловтя Владимир делай на 5 тысяч вот молодец супер Даник делай что ты ходишь все время справа влево там где встал там и стоишь он тебе подошел ты его кидал время отдыхаем что ты ему хочешь рассказать Даник? я вас просил воду если что воду еще раз вода он хочет воду? я хочу ты хочешь? да а зачем? пить а ты что селедку кушал? нет вон это вчера сушняк сушняк санаторий строитель я сижу у врача и выписку делаю я работал не в санаториях а в больнице строитель я работал в санаториях пришел делать там выписки кто у нас лечился сижу и приходит один строитель здравствуйте доктор здравствуйте говорит горло болит а после бадуна после чего? бадуна это значит клёхнул хорошо вчера пришел глаза открыть не может несет от него доктор я больной он говорит что такое с вами? вы понимаете горло болит наверное заболел он говорит доктор говорит вы знаете что вы когда селедку кушаете не кушайте ее хвостом вперед а хвостом назад и не будет болеть не могу дать доктор я вас прошу а сам на клюков и два чувака пошли в запину на стройке а так как прорак там внизу был они значит прыгнули на гравий ну этот мелкий два человека они вдвоем прыгнули и поломали руку один и второй в одном месте вот здесь и они у меня лечились эти два парня лечились и у них как бы ну зажило все но они носили гифт чтоб побольше не работать а что идет этот как его больничный идет они пришли значит доктору они говорят как еще так ну и так болит этот значит все он это отпустил он выписал больничный вышел доктора покурить а это там солнце вертит ну не солнце перевороты делают там перекладины площадки а он больной я ну ладно больше ко мне не приходи да кстати восьмичасовой рабочий день это завоевание социализма то есть до того как не было СССР все работали как можно намного больше восьмичасовой рабочий день отпуска тоже не было а почему а потому что капиталисту не выгодно когда ты работаешь отдыхаешь и работали и субботу и по воскресеньям работали но трудящиеся видели что в СССР восьмичасовой рабочий день день отдыха потом как оно называется отпуск день бесплатный медицина бесплатная образование бесплатное им пришлось то же самое потихонечку уводить из себя поэтому да вы будете думать чтобы вы знали ну те родители которые работают частно там тоже есть свои принципы но если сам он может работать сколько вот водители да у них же есть нормы если они перерабатанные больше не устают и вот авария отсюда а у нас были аварии в СССР в СССР так много были нет тоже были но наверное не так много просто если человек работает когда уставший ну чтобы вы знали посмите свой рабочий день два дня отдыха это все профсоюз это это все даже не профсоюзы это социализм хотели коммунизм ну это конечно тяжело невозможно сделать я не капиталист да а некий бесплатная медицина школа учится бесплатно налоги большие да я не понимаю все кто и хочет что-то есть ну там просто если бы в России не воровали так сильно жили бы все хорошо там такие деньги 250 за участок за один чувак вот сейчас он где-то под Москвой замглавы этот область 252 участок ну шо в себе делают тут ну набрал блин мои участки ну зачем тебе столько как-то будут продавать ну продавать жизнь кончится уже сейчас я понимаю да возьми себе скажи пацаны вот этот участок этот этот стройте здесь этот а этот дайте мне да возьми тот же самый мэр города если скажет что вот тут чистят это все делают скажет ребята я хочу вот этот участок подарить мне что мы не подарим урок дизилия работа есть да учителя нормально себя чувствуют вот сейчас там подняли зарплату подняли зарплату учителя а у нас раньше как было мы идем в отпуск приходим перед выходом в отпуск нам давали 13 зарплату 12 дней давали 13 зарплату то есть мы получали как бы больше когда идешь в отпуск больше у тебя там и еще в конце когда выходишь тебе могли премию дать еще что то то есть нормально а сейчас эту 13 зарплату взяли и разделили на каждый месяц сказали что зарплату подняли а 13 зарплату теперь уберут тоже непонятно так все встали 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 одели кимоно заправили боремся под дзюдон оооо Влад не может встать посмотрите его там хе 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 так значит есть два варианта отделики по пояса есть два варианта значит первый вариант один борется с Владимиром и с Даником держит двумя руками держит двумя руками при бросках остается в стойке бросил одного уходит уходит второй так Бутук ты готов? да тебя куда поставить? с вами хорошо все ты идешь туда вы тогда боретесь а потом через пять минут я поменяю Влад тебя хорошо? Влад если с ними будешь бороться двумя руками захват и стойки остаешь это с ними а его как можешь Чезар даешь захват берешь ответный захват но без падения делаешь стараясь остаться в стойке да вы можете уходи это